Завтра у Беларуси пройдет день пионерской дружбы. На Гомельчине до его примерковали презентации новых напрасовок и проектов. Одну из самых активных пионерских организаций региона наведали наши корреспонденты. Настольную патриотичную гульню «Перамога» в 16-й Мазырской школе створили после успеха на республиканском конкурсе «Малых пионерских грантов». Гульня присвечена падением великой чины и закликана дать школьникам больше глубокие веды по их истории. Пришим на первом варианте пионеры не спынились. Зараза распространяется новая версия. Это очень уникальный проект, потому что наши ребята провели колоссальную исследовательскую работу. Они работали в библиотеке, они штудировали интернет, они разрабатывали все вопросы очень интересные, прорабатывали литературу, прорабатывали картинки, QR-коды. Ну, в общем, уникальность этой игры состоит в том, что даже если учащийся игрок этой игры не знает ответа, то он может навести свой телефон и с помощью QR-кода узнать правильный ответ. Конкурс «Малых пионерских грантов» проводится что годы, практически полова зых, звычайно, накеровывается у Гомельскую область. Сумма не вельми великая, але для реализации запланованного хапая. В этом году грант отримали у 11-й Мазырской школе. Перемогу принес проект, який распрацовали мясовые октябраты, яны угоходить у состав пионерской дружины. Если говорить о причинах такой активности школьников, то в областном совете Республиканской пионерской организации называют две основные позиции – коллективный удел в проводимых мероприемствах и выкористание махшимости интернету. Интернет-пространство, мы от него сегодня никуда не уйдем. И я считаю, что, наверное, не стоит, а наоборот, стоит развивать такой полезный интернет для ребят. Поэтому интернет-пространство, работа в интернете у нас сегодня тоже является одним из основных направлений деятельности. Мы видим, что те движения, которые мы в интернете, те действия, которые мы предпринимаем, они тоже нравятся детям. Ну а нравятся наши мероприятия, и, наверное, почему мы сегодня сохранили главенствующую роль в детском движении, это потому что мы у самих ребят спрашиваем всегда, чего они хотят, и отталкиваемся от их интересов, от их тенденций развития, и действуем там, где ребята сегодня есть.